Жители прихожей. Один известный актёр на заре своей славы поехал в зарубежные гастроли. В гостинице Портье дал ему ключ от номера. Комната крохотная, кровать, шкаф, ванная. Но актёру казалось, что всё прекрасно, да и вещей у него мало. Одно плохо, нет окон. Гастроли длились неделю. В те дни он уходил рано, а возвращался поздно. День выезда он пригласил Портье, чтобы тот принял и проверил номер. А дальше произошло неожиданное. Портье открыл двери шкафа и вошёл в него. Оказалось, что всю неделю актёр не подозревал, что прожил в прихожей огромного люксового номера, красивым видом из панорамных окон. Ему и в голову такое не приходило, что он может рассчитывать на большее, чем это прихожее. Парень засмеялся, а потом заплакал. Он жалел об упущенной возможности жить с комфортом. Жалел, что не знал, что мог иметь на порядке больше. Сегодня мы все находимся в прихожей. В прихожей своей жизни, в прихожей этого мира. Мы не подозреваем, какую комфортную жизнь предлагает нам наш Создатель. Не подозреваем о заложенном в нашем теле потенциале жить, не умирая. О том, что можно рассчитывать на порядки больше того, что мы имеем сегодня. Создатель нам готов предоставить вечную жизнь с прекрасными видами и возможностями. Как это не упустить? Не довольствуйтесь услышанным. Читайте Библию, поскольку она открывает дверь в прекрасное будущее. В Библии сказано, «Только я знаю, что я предначертал вам», — говорит Господь. «Предначертал я мир, а не беду, чтобы дать вам будущее и надежду». Книга Иеремия, 29 глава, 11 стекла. Субтитры создавал DimaTorzok